Мобайл. Еще через некоторое время перешел на проект Mortal Kombat Mobile, про который сегодня и будем говорить. И через некоторое время стал руководить всей разработкой на обоих этих проектах. Поэтому сегодня у нас доклад посвящен именно технической части. Давайте чуть-чуть с вами тоже познакомимся, но сначала еще чуть-чуть про компанию расскажу. Компания довольно давно на рынке, мы занимаемся ко-девелопментом, то есть совместной разработкой с издателями ААА игр. Это обычные самые крупные игры, у нас офисы в 8 локациях, почти 1000 человек работает в компании. Проект, что из себя представляет, это мобильная игра, которая вышла еще в 2015 году, то есть довольно давно. У нее довольно долгий жизненный цикл, до сих пор очень большая аудитория, больше 100 миллионов человек активно играет. И нет каких-либо планов и индикаторов того, чтобы проект заканчивался, поэтому проекту «Большое будущее» мы активно выпускаем к нему обновления каждые пару месяцев. Соответственно, проект мобильный и основные платформы iOS, Android, тут ничего нестандартного. Давайте чуть-чуть с вами познакомимся. Поднимите руки, кто играл в какой-либо Mortal Kombat когда-либо? Почти все, почти все. Кто играл в мобильный Mortal Kombat? Должен, я думаю, больше половины. Кто из вас программисты либо по профессии, либо по хобби? Тоже почти все, отлично. Вам понадобятся какие-то базовые знания, все остальное, по сути, я расскажу, просто чтобы вы понимали, что происходит. Кто из вас работал с Unreal Engine? Любой версии. Угу, несколько человек есть, хорошо. Здесь не будет суперсильного углубления в Unreal Engine, но более-менее покроем. Итак, о чем будет мой рассказ? На протяжении многих лет у нас возникали, естественно, трудности, как и бывает с разработкой любого проекта, и мы сфокусируемся на трех из них и будем по порядку смотреть, как мы их решали. По каждой из них посмотрим, в чем заключалась проблема, в каком состоянии мы были, когда мы ее обнаружили, то есть в каком состоянии была игра, что мы имели, какие данные, какие инструменты мы использовали для их решения, в чем, собственно, заключались наши решения, зачастую их будет несколько, и что мы получили на выходе, какие были данные, которые подтверждали, что все стало хорошо. Начнем с самого первого. Это оптимизация UI. UI — это юзер-интерфейс, пользовательский интерфейс. Я думаю, всем знакомое понятие. Это очень важный аспект в мобильных играх на мобильных устройствах, потому что, как правило, там игры имеют очень много интерфейса, очень много взаимодействия с ним, которое через тачскрин, как правило, осуществляется. И с мобильными девайсами также есть с мобильными играми особенность, что многие девайсы с годами устаревают, очень быстро растут мощности новых поколений девайсов, и самые слабые девайсы, которые мы до сих пор поддерживаем, они очень сильно отстают по мощностям от новых. Мы поддерживаем назад вплоть до шестого айфона и андроида 5.0. Это довольно старые девайсы, которые очень-очень-очень сильно отстают от современных. То есть для сравнения, на шестых айфонах в основном объем памяти всего 1 гигабайт. Это очень мало для крупной игры. Но, тем не менее, у нас таргет поддерживает эти девайсы, над чем мы, собственно, и работаем. Итак, оптимизация UI. Что у нас будет в фокусе? На экране вы видите одно из наших главных меню. Это так называемое меню коллекции, коллекшн-меню. Вы видите карточки персонажей. Это, собственно, основной прогресс профиля игрока. Постепенно он открывает новых персонажей, накапливает их, как-то их улучшает и сражается ими, потому что, очевидно, Mortal Kombat – игра про файтинг. Основное взаимодействие с этим экраном заключается в том, что вы его, который нас интересует, то, что вы его скроллить. Я сейчас включил видео, будете немножко видеть, как проматывается. Скроллить можно по-разному. Можно с большой скоростью, можно с маленькой. И в некоторых случаях вы можете заметить, что немножко проседает FPS, количество кадров в секунду. Цифры, конечно, очень маленькие, тут в верхнем правом углу, но я буду вам показывать еще графики, которые будут циферки приводить отдельно. Что мы будем ставить себе в качестве цели? Исходя из наших стартовых данных, у нас худшие кадры, вот здесь видите циферку 49, это длительность в миллисекундах, сколько кадр занимает, и слева по оси есть показатели FPS – 15, 30, 60. То есть мы начинаем где-то с 20, то есть у нас игра проседает до 20 FPS при скроллинге коллекции. Мы хотим дойти как минимум до 30, а в идеале и до 60. В принципе, стандартные в индустрии показатели. Тут стоит задуматься о том, а как вообще проводить оптимизации. У кого в аудитории есть опыт с хоть какими-то оптимизациями на любых продуктах? Что самое первое вам нужно делать после того, как вы поняли, что проблема есть, увидели какой-то репорт бага или какие-то проблемы, и вы хотите оптимизировать ее. Куда вы будете смотреть вообще, какие у вас будут мысли? Как вариант, как вариант. Так, еще что? Может, даже не обязательно инструмент, а просто подход. В каком направлении вы будете размышать? Профайлинг, да. Это, в общем-то, практически самое первое, что вам нужно будет делать. Используйте профайлинг. Это инструмент, профайлер — это инструменты, которые за вас анализируют то, что происходит на каждом кадре, если вы пытаетесь оптимизировать перформанс, или какую-то разбивку дают по содержимому в памяти, если вы оптимизируете память. Профайлер нужен для того, чтобы вы увидели реальные данные, а не строили предположения. Если у вас уже есть опыт многих лет, многих случаев оптимизации, вы можете начинать сразу, конечно, с каких-то предположений, но рекомендация такая, чтобы вы этим дополняли профайлер. Вы все равно обязательно должны в него посмотреть, и практически везде эти профайлеры есть. В Unity есть, в Unreal Engine есть, отдельно есть возможность посмотреть в операционной системе или в ее инструментах, если это, например, Windows, и так далее. Еще один важный аспект, который нужно понимать, это что именно мы будем оптимизировать, какой именно ресурс компьютера. Основные ресурсы компьютера — это CPU, GPU, раз это у нас игры, видеокарта, и память. Как вы думаете, здесь, когда интерфейс у нас тормозит при скроллинге, какой ресурс мы будем оптимизировать? GPU? GPU? Так, предположение номер раз — GPU, еще вариант. Память. Память, возможно, нам здесь поможет, но на самом деле она тут в последнюю очередь. Не назвали вариант CPU, как раз у нас на самом деле CPU и будет, и, как правило, с UI проблемы в первую очередь в CPU, но мы можем углубиться в GPU, и мы чуть-чуть это затронем. Это просто зависит от того, в чем именно у вас проблема. Если у вас код более-менее хорошо написан, то, скорее всего, CPU вы уже оптимизировать не будете, и полезете глубже в видеокарту. Опять же, это зависит от того, у вас будет рендеринг источником проблем или нет. Итак, мы посмотрим данные встроенных профайлеров в Unreal Engine. Например, команду stat.slate или еще stat.fps, stat.unit.graph, я все покажу. Они нам показывают разбивку по миллисекундам, по количеству вызовов, и слева показывают нам какие-то индикаторы, что это именно. Здесь мы можем видеть, что тут показывается общее время тика, то есть апдейта, общее время рендеринга, и, например, количество виджетов внизу. Виджеты — это элементы интерфейса. Или количество батчей — это то, во что группируются дро-коллы, вызовы, отрисовки в рендеринге, чтобы их делать вместе. Все эти вещи нас будут интересовать. Единицы измерения тут везде стандартные, либо количество, либо миллисекунды. Собственно, с ними мы и работаем. Унит-граф что показывает? Все то же самое, по сути, только в виде графика. Мы здесь можем видеть вырезку, которая показывает по цветам красные и синие графики. Синий график — это то, что вы сейчас видите подчеркнутое, это рендеринг. Сколько времени занимает отрисовка, обработка на рендеринге, и сколько в игровой части. Сейчас поподробнее все это рассмотрим, но нас интересует здесь то, что на одном графике можно видеть и то, и другое. И если у вас выше красный график, то это значит, что вы CPU-bound, то есть в первую очередь у вас проблема в CPU, вы упираетесь в него. И наоборот, если у вас синий выше, то вы упираетесь в рендеринг, в GPU, и нужно что-то оптимизировать там. Вот, соответственно, наши картинки это демонстрируют. Итак, первое, что мы начали делать, это, как и любые уважающие себя разработчики, мы смотрим в то, какие инструменты у нас уже есть. Нет смысла писать новые инструменты, если уже есть готовые. В данном случае Unreal Engine предоставляет достаточное количество инструментов. Мы по очереди проходили, смотрели, какие из них можно использовать. Первый, на который упало наше внимание, был так называемый Invalidation Box. Invalidation Box — это тип UI-элемента, который появился в одной из более новых версий движка. Я забыл упомянуть, что проект на тот момент, когда эти проблемы мы решали, был на версии 4.19. Потом, через некоторое время, мы его обновили до 4.27, но в целях нашего доклада исходим из того, что версия была 4.19. В более новых версиях появился этот Invalidation Box, и мы, собственно, его начали использовать. Что он делает? Он позволяет сгруппировать все UI-элементы в иерархии, в каком-то ее месте, в одну обертку, и всю эту обертку заранее отрисовать в текстуру, запомнить эту текстуру, чтобы каждый раз на каждом кадре все эти подсчеты не делать. То есть он просто запоминает итоговый вид, который все равно потом нужно было бы посчитать, но делает это заранее и удерживает его на случай, если у вас ничего не изменилось. А в карточках персонажей у нас, как правило, особо ничего и не меняется, поэтому эта оптимизация была уместна. Делается оно очень легко. Здесь слева видна иерархия виджетов всяких элементов, текстовые поля, какие-то картинки, какие-то еще спейсеры, которые расталкивают объекты и так далее. Мы добавляем на верхнем уровне Invalidation Box. Ставим справа галочку, что можно кэшировать, что это разрешено, и он, собственно, будет всю работу за нас делать. При желании можно внутри сделать исключение для некоторых элементов с помощью галочки из Volatile. Для тех случаев, если у вас какой-то один элемент виджета выделяется среди всех остальных, и он будет обновляться постоянно-постоянно гарантированно, например, на каждом кадре, вы можете его исключить из этой иерархии, и будет кэшироваться все без него. Это уже на ваше усмотрение, насколько это вам поможет или не поможет. С этим нужно пробовать и смотреть результат. Это не гарантия какого-то успеха. Чуть подробнее про то, как вообще устроена отрисовка в Unreal, в UI. Начинаем мы с того, что у нас есть отдельно игровой поток, в котором происходит отрисовка игровых вещей. Это игровой мир, такие вещи, как физика, игровая логика, AI, еще что-то. И отрисовка самого, точнее, обработка самого UI. Он называется Slate. Slate — это главный фреймворк, полностью на всех уровнях, идущий в Unreal Engine, который обеспечивает UI. Есть еще фреймворк более высокого уровня для непосредственно разработки UI-дизайнерами, UI-артистами. Он называется UMG, он нас сегодня не интересует, потому что проблем на его уровне практически никаких не было. Нас интересует более низкоуровневый слейт. Соответственно, есть апдейт вот этого слейта, который внутри разделен на две части — припас и онпейнт. Припас — это обсчет всех геометрий, подготовка всех данных для того, чтобы потом их можно было отрисовать. И, собственно, онпейнт — это дополнительный кейт кастомизации и подготовка уже в том виде, в котором это будет принимать рендер-поток. И, собственно, дальше у нас есть рендер-поток, который аналогично делает отрисовку уже самой сцены, в которой все игровые объекты расположены, все с ними происходит, и делает отрисовку этого самого слейта, который тоже состоит из двух частей. И отрисовка на стороне виджета и отрисовка на стороне конкретного виджета, и отрисовка на стороне всего слейта в целом. Как раз на вот этих этапах у нас и будет работать этот инвалидейшн-бокс, потому что он на своих ранних этапах все подготовит на слейт-тике, а в дро-слейте уже на рендер-трейде он не будет по новой ничего перерисовывать, и это позволит сэкономить время исполнения. Давайте посмотрим на результаты. После того, как мы применили это решение с инвалидейшн-боксом, их невооруженным глазом пока тяжело заметить, потому что они не такие большие, но если смотреть на график и в целом на цвет в верхнем правом углу у цифр, он уже довольно хороший, не так сильно проседает, редко становится желтым или красным. И, собственно, на вот этом графике тоже видно, что красные линии стали короче. У нас в топ вышли уже другие вещи, те вещи, которые раньше были проблемными, те вызовы, они отошли. В плане замеров мы видим, что мы примерно на треть сократили время и, в общем-то, чуть-чуть перешагнули за 30 фпс. То есть одного вот этого изменения вполне оказалось достаточно, чтобы стало хотя бы приемлемо. Но мы, конечно, хотим больше. Мы, конечно, хотим больше, и для этого нам нужно будет еще дополнительные инструменты и более сложные схемы погрузиться. Какие еще вы знаете, может быть, способы попрофайлить CPU и расходование CPU? Конкретные функции, конкретные вызовы? Может быть, кто-то с такими инструментами работал? Unreal Insights, так, да. А если в отрыве от Unreal, может быть, что-то более стандартное, доступное даже вне игровой индустрии? Я тогда про это расскажу. В общем-то, все довольно просто. В самой Visual Studio есть инструменты. Поскольку у нас Unreal Engine игры на C++, это практически гарантированно означает, что мы будем использовать Visual Studio. и в ней внутри есть, начиная с определенной версии, довольно хорошие инструменты по отладке и в том числе по оценке перформанса. Все, что нужно, это в нужной вкладке просто это включить, потом нажать кнопку Record, в нужный момент остановить, и по замеренному результату все, что прошло, он выдаст разбивку, которую можно будет посмотреть. Выглядеть она будет примерно так. То есть у нас есть снизу наш код. Да, справа есть отображение по конкретным функциям, сколько раз они вызываются, какие в топе, какой процент общего времени исполнения они занимают и так далее. Это удобнее, чем встроенные в некоторые движки инструменты, в первую очередь тем, что оно, во-первых, гарантированно есть, и это чуть быстрее поддерживаемый инструмент. И самое главное, что вы можете прямо тут же на месте очень легко и быстро переходить между кодом и конкретными функциями, конкретными классами. То есть это просто чуть-чуть ускоряет вашу оценку. Так, конечно, можно пользоваться и самописными инструментами. Например, в большинстве, если не во всех проприетарных движков, есть свои системы для профайлинга. Их даже, на самом деле, не так сложно написать. Кто хочет, делает. Кто, например, использует Unreal Engine, скорее всего, будет использовать готовое. Потому что, как я ранее говорил, нет смысла изобретать свои собственные инструменты, если нет необходимости. Вот, собственно, мы здесь видим конкретные цифры. Мы видим, что у нас один из главных негодяев, один из главных нарушителей — это функция tick в самом slate application. То есть это глобальный апдейт всего UI. И нам нужно посмотреть, что в нем происходит. Что в нем такого интересного? Да, чуть-чуть запрел вперед, расскажу так. Внутри апдейта, как правило, происходит практически все. Все, что не происходит в апдейте, у вас происходит либо в каких-то коллбеках, в каких-то реакциях на события, которые происходят, либо еще, может быть, при запуске и при создании уничтожения объектов, каких-то систем, приложения. То есть, по сути, в игровом продукте у вас практически все будет лежать вот в этой самой функции tick. И вопрос лишь в том, насколько глубоко в нее вы залезете. Наш пример данный был довольно-таки на поверхности. Здесь показан код, который я так, наверное, в двух словах объясню, что делает. Мы где-то при скроллинге этой карточки, на самом деле при создании этих карточек с персонажами, берем данные из профиля игрока, где хранится информация по деталям этих персонажей, насколько они прокачаны, какие на них предметы надеты и так далее, какие у них характеристики. И здесь мы просто обнаружили довольно банально, что мы не просто берем этот профиль и читаем из него данные, а мы еще потом при уничтожении сохраняем этот профиль. Что нам здесь совершенно не нужно, потому что мы всего лишь листаем коллекцию туда-сюда. Здесь не должно быть никакого сохранения, должно быть только чтение. Мы это просто устранили, это довольно просто. Мы тут видели, что было. Сейчас чуть-чуть вперед забегу, покажу, потом вернусь. Вот здесь мы заменили внизу код, и результат был довольно заметный. Но здесь еще вмешалась вторая проблема, которую мы попутно оптимизировали еще до этого. Сейчас про нее подробнее расскажу. Как работает у нас эта коллекция? Самый стандартный способ, который обычно делают, когда что-то подобное имплементят, это виртуализация, когда у вас просто есть какой-то массив объектов, и вы скролите по ним, по очереди показываете одно, второе, третье, четвертое, и каждый раз, когда у вас экран по сути проходит к следующим объектам, у вас старые удаляются, а новые создаются. Это самый простой подход, поэтому с него и начинают. Но он не самый эффективный, более эффективный подход, например, ресайклинг, в котором вы не уничтожаете эти объекты, а просто переносите данные из одного объекта в другой и, по сути, используете пул объектов. Это довольно стандартная идиома в программировании. И здесь она тоже точно так же применяется. Вы используете пул, и у вас просто один и тот же объект то отображает данные по предыдущей карточке, то по следующей карточке. И, соответственно, вам не приходится удалять, создавать. И, соответственно, не вызываются лишний раз вот эти чтения и записи из профиля. Такой немножко неочевидный момент был, но его было довольно легко обнаружить, когда мы уже сюда засели. Реализовывается такой ресайклинг-лист довольно просто. Вы просто делаете какой-то ивент, какой-то callback, который говорит вам, что юзер сделал скролл. Смотрите, насколько именно прокрутил, сколько колонок у вас сдвинулось, и внизу видите, что просто переносите данные из одного места, из одного объекта в пуле в другой. То есть просто remove, insert, ничего такого сложного. Далее, следующее, на что мы обратили внимание, это, как я говорил, что не только при апдейте, но еще и при инициализации у вас могут происходить какие-то проблемы. Здесь мы столкнулись... Я чуть-чуть забежал, да. Здесь мы столкнулись еще с другими интересными моментами, но прежде давайте посмотрим на результаты улучшения вот этого инита. Опять же, видео тут показывать не буду, результат был не очень заметный, лучше сразу посмотреть на цифры. Как видите, чуть-чуть выиграли, два FPS, не очень заметно, но, как говорится, это все в сумме дает эффект. Поэтому все такие вещи, которые вам попадаются на глаза и можно их оптимизировать, надо сразу же оптимизировать. Следующее, что мы обнаружили, да, это то, что у нас происходит в тике уже конкретных виджетов. В данном случае у нас в карточке... Сейчас заранее покажу, где была карточка, чтобы было понятно, о чем идет речь. Валюк-дорюк, вот здесь в карточке внизу едва видны, есть Energy Bar, так называемый, где пока просто текст написан, а на самом деле там показываются эти ячейки с энергией персонажа, которая постепенно накапливается и тратится каждый раз, когда вы идете в бой. И неэффективность использования этого Energy Bar заключалась в том, что, как видите, он довольно высоко у нас в топах был, он каждый раз на каждом кадре передавал наш... Наш виджет брал данные из персонажа, сколько у него энергии, и сохранял их у себя, и, соответственно, влияло это на содержимое вот этого Energy Bar, и он отрисовывался каждый раз, на каждом фрейме. На самом деле энергия обновляется раз в 10 минут, что-то такое, то есть очень-очень-очень редко, и у нас не стояло даже толком проверки на то, чтобы, если ничего не изменилось, то не делать. Опять же, это мы устранили, стало еще чуть получше, еще 5 FPS мы с этого выиграли, порадовались, пошли дальше. Еще мы сделали несколько других вещей, которые здесь не упомянуты, потому что они довольно типовые, они не имеют какой-то уникальности для нашего проекта. Это, во-первых, перенос логики из блюпринтов в C++ код. Очевидно, что C++ код будет работать намного быстрее, и в Unreal Engine есть такие готовые механизмы встроенные, вы просто их используете, получаете код, или можете просто его сами переписать по своему усмотрению, тут все в ваших руках. Сделали еще несколько других мелких оптимизаций, добавили где-то кэширование объектов, но это такие довольно стандартные вещи. Следующее, что интересно нам посмотреть, это то, что еще глубже в самом тике вот этого слейта, уже в его engine-овской части, то есть погружаясь глубже, мы заметили, что происходят немного странные вещи. Аж 43% времени исполнения занимал вот этот вот тик уже на уровне engine-а. У нас уже особо вариантов не было куда смотреть, мы посмотрели поглубже, и что мы там обнаружили, постепенно опускаясь глубже, что внутри отрисовки конкретных, при опасах и отрисовке конкретных виджетов был большой процент расхода нашего времени, аж 28%. Что мы там обнаружили, когда это говорили? В чем именно дело? Дело было в том, что у нас постоянно и слишком много раз вычислялся размер наших виджетов, и это происходило по той причине, что мы неправильно использовали такую штуку, как scalebox. Сейчас про нее подробнее расскажу, но здесь подтверждение на графике, что у нас аж, например, 400 раз за кадр вызывался подсчет вот этого лаяута наших текстовых элементов в карточке. То есть в карточке, видите, есть несколько текстовых элементов, и почему происходил подсчет? Потому что используется scalebox, это такая обертка над всеми элементами, которая контролирует размер. То есть когда у вас текст, допустим, меняется, и вы в карточку поставили персонажа, у которого имя более длинное или какое-то описание длинное, этот scalebox будет ограничивать размеры и будет в целом по всей иерархии, которая внутри, контролировать соотношение объектов. И он это делает после каждого изменения. То есть когда у вас есть изменения, как-то работает, что когда у вас есть изменения внутри этой иерархии и происходит препас, он идет снизу вверх по всем child к parent в иерархии подсчитывает этот самый размер, кэширует его и после этого, когда мы дойдем до onPaint и это уже будет ближе к рендерингу, мы, соответственно, обратно сверху вниз уже будем это все отрисовывать, отрисовывать, отрисовывать. Но проблема в том, что если у вас какие-то изменения происходят внутри этой иерархии, после того, как вы уже подсчитали размер и вы обрабатываете какой-то следующий элемент, который влияет на размеры предыдущих элементов, то получается, что нужно опять сделать вот этот припас, сама система вот так задизайнена, что она это не обрабатывает. И, соответственно, получается, что у вас повторные припасы, они инвалидируют кэш и получается, что от этого кэша мало пользы. И все бы ничего, если бы это происходило вот так два раза, допустим, при проходе вверх-вниз. Но проблема в нашем случае была в том, что у нас есть еще и скейлбокс где-то внизу. То есть у нас часть иерархии покрыта скейлбоксом, а потом еще и вся иерархия наверху тоже покрыта скейлбоксом. И эти два скейлбокса друг у друга полностью ломали кэш, но при этом они нам нужны были для того, чтобы эта карточка выглядела так, как надо. В тех случаях, когда невозможно или нежелательно избавляться от этих скейлбоксов, можно поменять, собственно, сам код, который это обрабатывает. Что мы сделали? Мы сделали так, что вместо того, чтобы все работало по такой стандартной логике использовался один уникальный кэш-сайз. Мы сделали мап вот этих самых сайзов, на них увидено, и просто для каждого варианта скейла, который у нас подсчитывался, мы запоминали и клали в этот мап наш подсчитанный новый лейаут. То есть, по сути, мы сделали так, что вместо одного кэша будет несколько, каждый из них запоминается, и когда мы проходим по логике исполнения по отрисовке, мы просто используем этот элемент из этого кэша, если он есть. А если ничего не менялось, то мы работаем точно так же, как раньше и чистим этот хитрый кэш. Это, в принципе, решило проблему, и можно заметить, что с 43% мы до 28% снизились, что уже существенно, и также на более верхних этапах мы видим, как это повлияло, если смотреть на стэк вызовов, на предыдущие вызовы. И на шаг выше мы с 28 до 18% опустились, и еще выше с 6 до 1%. То есть это в общей картине довольно сильно влияло. Можно опять же здесь видеть, что красненькие линии в графике стали еще меньше, у нас еще больше вещей ушло из топа, и картинка стала еще более гладкой при скроллинге. Даже ни разу нигде не просело, и вы внизу, сейчас я еще раз включу, внизу даже между вот этими кусками графика можете, вот этой таблички, можете видеть, иногда туда заскакивает зелененький график сзади, вот этот желто-зелененький, вот он пошел, пошел, пошел. Это значит, что он был наверху, был скрыт, и он настолько вниз опустился, что мы теперь его видим. Это все ангриловская стандартная отрисовка. Как это выглядит с точки зрения цифр? мы опустились аж до 18 миллисекунд, это почти 50 фпс, мы уже чувствуем себя довольно хорошо, довольно комфортно. Но проблема все еще не полностью решена, если мы хотим достичь 60 фпс. Итого, что мы сделали. Мы поработали над нашим кодом высокоуровневым в интерфейсе, мы поработали над engine-овским кодом, мы добавили какие-то элементы в сами виджеты, которые типа invalidation box через структуру помогают нам с этим работать. И вот мы уперлись в то, что дальше не получается улучшить. Что еще можно попробовать в такой ситуации? Куда еще можно посмотреть? Если проблема не в CPU, а как мы можем посмотреть на предыдущем графике, CPU уже даже невысоко. И GPU на самом деле тоже невысоко. Если не в CPU и не в GPU проблема, то что еще может влиять на перформанс? Так, память. Что именно с памятью? Чтение. Вот, вот, да, это как раз то, что мы дальше смотрели. И пока мы это смотрели, мы пришли к тому, что у нас не только чтение может медленно работать, но и сам подход к загрузке данных не самый успешный. У нас был простой подход, где мы в одном потоке загружаем картинки синхронно. картинки и другие данные, но в первую очередь картинки. Это делается через анриловский стандартный soft object pass. Мы делаем загрузку и преимущество этого варианта в том, что он довольно простой, он внутри все кэширует, но его большой недостаток, с которым мы столкнулись, то что он блокирует основной поток исполнения. Альтернативный вариант, к которому мы перешли, это использовать асинхронную загрузку, которая не будет блокировать основной поток, но у нее тоже есть недостатки, которые нужно учитывать. Это значит, что пока у вас асинхронно идет загрузка, вам нечего показывать на экране, у вас нет картинки, чтобы показывать, поэтому вы должны какую-то заглушку поставить, и вам нужно обрабатывать какой-то коллбэк, когда эта загрузка произойдет. Но, как я сказал, преимущество в том, что не будет блокироваться основной поток. Что мы и сделали, и теперь можно посмотреть, как оно выглядит вживую в игре. Сейчас покажем, как оно было. Это уже запись непосредственно живого примера с реального мобильного устройства, где была вот такая производительность, стала вот такая. Как видите, появляются вот такие заглушки, 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 вокруг них есть прогресс-бар, все загружается, и при этом у нас абсолютно гладкий скроллинг, вообще никаких замедлений при скроллинге нет, все идеально гладко-быстро, единственное, что не так быстро подгружаются картинки. Но опять же, это в первый раз, после того, как они один раз загрузились, уже намного быстрее все будет происходить, и самое главное, что мы получаем вот эту идеальную отзывчивость для игрока, потому что игрока в первую очередь волнует это. По цифрам, если смотреть, ну, еще, кстати, пример на ПК, как это может выглядеть, довольно важный, чтобы понимать разницу между производительностью на ПК и на устройстве. Это видео с ПК, уже со всеми теми же фиксами, и здесь вы едва можете заметить вот эти загрузки, потому что настолько быстрее на ПК происходит эта асинхронная загрузка, что вот только в самом конце, чуть-чуть, вы можете успеть, еще раз покажу, при самом последнем скроллинге, чуть-чуть ненадолго будут видны, почему не нажалось, в самом конце, вы увидите ненадолго подгрузку, то есть даже можно было бы сказать, что на ПК это изменение не имеет никакого негативного эффекта, но на мобильных устройствах оно его имеет, поэтому это нужно иметь в виду. Собственно, и результат, который у нас есть, это 14 миллисекунд на кадр, что дает нам чуть больше, чем 60 фпс. То есть мы достигли своей цели, у нас все идеально гладко, быстро работает, единственный недостаток это то, что есть вот эта визуально не очень красивая подгрузка, но зато все работает гладко, так как хочет игрок. И можно сравнить вот эти итоговые значения, которых мы достигли, 14 миллисекунд, они при скроллинге, они вообще-то равны тому, с чего мы начинали в зеленом графике, а зеленый график показывает время отрисовки, когда мы не скроллим. То есть изначально у нас была статичная картинка, когда мы не скроллим, потом лаги, когда мы скроллим, и мы эти лаги привели ровно к тому же значению, которое при статичной картинке. То есть настолько большой переход, и для игрока по сути разницы между 10 и 14 миллисекундами уже нет, и что он скроллит свою коллекцию, что он ее не скроллит, он видит одинаково высокий фпс. Что, собственно, для нас большой успех. Как я уже говорил, многие из этих решений обнаруживаются только когда вы занимаетесь, используете профайлинг, и находите именно те боттлнеки, те горлышки бутылок, которые у вас реально есть. Если у вас есть какие-то конкретные предположения, вы можете их тоже смотреть, но стоит обязательно начать именно с профайлинга, чтобы как минимум подтвердить ваши предположения. Перейдем сейчас к второй части. давайте какие-то вопросы по первой части, если есть, обсудим. У вас был когда-то есть бокс с именами, которые прогружаются, то есть он билдит виджет, и после этого идет. Когда он билдит виджет, как часто этот виджет после этого обновляется? Текстурка, которая получает, она обновляется? Она обновляется, если мы находимся внутри просто вот этой коллекции и скролим ее туда-сюда, то на самом-то деле содержимое вообще не обновляется. У нас в этот момент персонажи не растут, их характеристики не меняются, мы ничего с ними не делаем. То есть на самом деле оно вообще не меняется и не должно приводить к дополнительным вызовам отрисовки. В других местах с карточками ситуация может быть другая, но в целом интерфейс игры так устроен, что эти обновления происходят изменения довольно редко. Поэтому так важно, чтобы мы не тратили на это свои ресурсы лишний раз. Почему-то без соединения размером были проблемы, если она превратилась в текстурку только после того, как используется Invalidation Box. Изначально мы как раз его не использовали, поэтому это приводило к дополнительным вызовам. А как только ввели Invalidation Box, все стало хорошо. С Invalidation Box были некоторые посторонние эффекты и проблемы, но, насколько я знаю, в следующих версиях движка, и, по-моему, уже в пятом Unreal, он работает намного стабильнее, то есть можно, насколько я знаю, его без задних мыслей использовать и он будет полезен. У меня, наверное, вопрос. Какие есть? Как раз количество сократилось, потому что именно количество было лишним. То есть достаточно одного-двух раз пройти вверх-вниз по иерархии, все посчитать, учесть все Scalebox, и проблема была в том, что просто попутно инвалидировался кэш, и из-за этого мы это делали еще раз и еще раз и еще раз и еще раз. И, соответственно, мы все эти лишние вызовы убрали. Да, да, да. Мы достигли того, что он не инвалидируется, потому что мы стали просто эти кэши хранить отдельно друг от друга. Еще какие-то вопросы про оптимизацию UI? Отлично. Это был самый долгий из наших кейсов, сейчас будет покороче, но не менее интересный. Следующий, который у нас был, это краши рандомные. Мы их называем рандомными, потому что мы не знаем, как их воспроизвести, или потому что они совсем-совсем разные. Итак, в чем заключалась наша проблема? Игра давно в продакшене, у нас есть данные по тому, какие у нас, с какой процент случаев крашится, и по нашим данным у игры краш-фри рейт 95%. Это значит, что у 95% юзеров не возникают краши, а в остальных 5% случаев в течение игровой сессии может возникнуть краш, потому что он хотя бы один раз возник. И мы будем пытаться поднять этот показатель хотя бы пополам, то есть наполовину сократить количество этих крашей, чтобы посмотреть, насколько это повысит общий уровень удовлетворения игрой, потому что, конечно, никто не любит краши. Зададимся здесь таким же вопросом, что можно сделать, когда у вас есть краши? В каком направлении можно начать копать? Можно смотреть логи, хорошо. Что еще? А, мы пока еще не знаем, какие именно краши. Просто вот мы знаем, что их много. проверить все поинтеры, чтобы не было поинтеры. Так, то есть можно какие-то просто пройти по кода базе и посмотреть какие-то стандартные ошибки программистов. Так, еще какие соображения? Может быть, какие-то инструменты использовать? Знакомы ли вы с какими-то инструментами? Тестировать? Ну, тестирование мы все равно делаем. Как бы без тестирования, конечно, не вариант, но можно тестирование делать по-другому. Можно при тестировании заложить какие-то инструменты, которые будут помогать вам воспроизводить какие-то краши. Например, дополнительное использование памяти, какие-то сетевые задержки, какие-то специальные команды, которые эмулируют действия игрока в ускоренном виде, чтобы игрок быстрее дошел до какого-то момента, в котором все крашнется. Давайте ознакомимся с инструментами и с подходами, которые есть, но предварительно еще чуть-чуть пару слов про то, на какие категории мы эти краши разбиваем. Я выделил три категории. Первая из них это краши, которые происходят на самом деле при закрытии игры, и это краши, которые нас не особо-то интересуют, потому что когда пользователь уже закончил играть и на мобильном телефоне свернул игру или ее вообще закрыл, уже его не волнует, она на самом деле красиво закрылась или крашнулась. В идеале это тоже нужно исправлять, но нас это пока не сильно волновало, потому что это не повлияет на удовлетворенность игроками. А на прогресс игрока это как-то может? Если оно крашится в неудачный момент и у вас сохранение идет только в конце, то да, в нашем случае сохранение не в конце, у нас сохранение происходит по ходу дела, поэтому никаких проблем у этого случая не было. Следующий тип крашей, это краши, которые на слабых девайсах возникают, из-за того, что памяти мало на этих девайсах, мы много-много играем в игру, память постепенно набивается, набивается, и в какой-то момент мы вылезаем за лимиты, игра не может дальше работать, потому что памяти нет и либо крашится, либо операционная система ее закрывает. Про это я еще в третьей части подробнее расскажу, рассмотрим. И третий случай, который нас больше всего интересует, тип крашей, это те краши, которые мы не можем воспроизвести. Наши тестеры не могут их воспроизвести даже с вот этими типовыми инструментами, которые мы им предоставили. Что можно в таких случаях делать? В таких случаях нужно рассчитывать на инструменты по сбору информации по крашам. Сейчас мы их и рассмотрим, но прежде мы чуть-чуть углубимся в то, что мы пробовали, чтобы эти краши воспроизвести. То есть, что значит не можем воспроизвести? Это значит, что мы не можем воспроизвести пока, потому что в конечном счете мы добьемся этой воспроизводимости, просто это вопрос времени. Итак, что мы пробовали? Мы пробовали использовать те же самые шаги по воспроизведению, которые мы обнаружили на форумах от репортов игроков, может быть, по каким-то еще соображениям, ничего не получается. Пробовали ту же самую ровно версию игры, ничего не получается. Пробовали то же самое серверное окружение вокруг игры, ничего не получается, опять не воспроизводится. Те же самые устройства, та же самая модель, та же самая версия операционной системы, даже те же самые данные игрока, то есть его профиль, его сохранение никак, ни в какую не воспроизводится. Даже рассматривали смешные вещи, конечно, есть ли какие-то проблемы снаружи, просто чтобы себя немножко потешить. Итак, ничего из этого не влияет. Какие еще есть мысли, что еще может влиять на воспроизводимость каких-то крашей? Почему мы их не можем воспроизвести, а у игроков воспроизводится? Может быть, может быть, но это сведется к тому, что нет интернета, и мы это, скорее всего, у себя увидим в первом пункте reproduction steps. То есть мы даже делаем ровно те шаги, которые мы уже обнаружили. То есть у нас, допустим, был где-то call stack, мы по нему посмотрели, что именно происходит, но мы не можем все равно воспроизвести. Что еще может влиять на мобильных устройствах? Потому что сторонний софт память как раз вместе. Вот здесь ключ к ответу. Да, соль в чем? У вас, когда используются сторонние приложения, другие, на мобильном устройстве в то же самое время, когда вы переключаетесь между ними и так далее, они используют часть общей памяти. Они не используют вашу память, но используют часть общей памяти. Это значит, что если они сколько-то от нее съедают, сколько-то ее нужно использовать, то при сворачивании, разворачивании игры у вас может произойти такое, что у вашего приложения преждевременно сработает такая штука, как garbage collector. Потому что она почувствует, узнает, что памяти стало намного меньше, и система ей сказала, подсожми, собери мусор, убери все ненужное, чтобы для другого приложения хватило памяти. Ну и чтобы ты, твое приложение, тоже по возможности не вылетело. И мы начали копать. В Unreal Engine свой предоставленный есть garbage collector. В самом C++ исходном garbage collector нет, но Unreal Engine его свой сверху написал, и там это довольно важная штука. Проблема с garbage collector в данном случае в чем? Что есть какие-то объекты, и в чем, собственно, связь с крашами, что мы в итоге поняли, что есть какие-то объекты, которые по иерархии не связаны с корнем всей системы объектов. И если приходит вызов garbage collector, и эти объекты ни к чему не привязаны, то они будут удалены. И потом, когда мы будем обращаться к этим объектам, у нас будет краш, потому что там лежит мусорная память. Если же объекты, как вот на последней стрелочке, прикреплены к какой-то иерархии, если кто-то все еще на них ссылается внутри игры, то ничего такого не произойдет, и все хорошо, все нормально. То есть у нас, грубо говоря, возникли случаи, что есть какие-то бесхозные объекты, которые нигде не закреплены. Мы пошли искать, что это за такие места могут быть, и смотрели конкретные краши. Я упоминал, что можно использовать системы, которые собирают, агрегируют логи, показывают коллстеки и так далее. Система, которую мы использовали, называется Crashlytics, но в тот момент она была немножко другой, немножко с другим названием. это ее более… классно. Опять. Сейчас подождем, да, проектор, наверное, запустится. Или не запустится. Организация Barcamp не несет ответственности за… Ну, понятно, понятно. Да, пока в тот раз так же было, в тот раз так же было, на позапрошлом. Ровно два раза было, да. Сейчас подождем. Да, пока проект разгружается. Чуть-чуть про эту систему, которую мы использовали, Crashlytics. Она довольно давно существует. Я очень рекомендую ей пользоваться для мобильных приложений. Сейчас она входит в список продуктов Google, потому что они ее выкупили. До этого ими владел Twitter, и до этого это была самостоятельная разработка от каких-то девелоперов. Большое им спасибо, что сделали этот инструмент, и все могут им пользоваться бесплатно. Он постоянно развивается. Максимально рекомендую. Что мы обнаружили после того, как мы поковырялись в этой системе, которая нам показывала наши топовые Crashly, показывала конкретные стеки вызовов и показывала какую-то еще дополнительную информацию по цифрам, платформам и так далее. Пока дальше ждем проектора. Расскажу, что мы еще смотрели в этой системе. Помимо CallStack, она еще показывает информацию по дополнительным потокам, которые у вас есть в коде. Здесь на скриншоте это не видно, но если зайти внутрь в конкретный Crash, в конкретную сигнатуру, он это все будет показывать. Кстати, знакомы ли вам какие-то другие системы, которые тоже агрегируют Crashly и показывают их смотреть? Возможно, не на мобильных устройствах, возможно, на ПК. Еще где-то сталкивались? Хорошо. Я помню, что в свое время был еще гугловский свой Crash Reporter. Может быть, он даже до сих пор используется, но на мобильных устройствах точно предпочтение отдаем вот этому. Итак, мы поняли, что у нас есть проблемы с garbage collection, у нас остаются бесхозные объекты, которые удалены, то есть почищены, а мы все равно к ним обращаемся. И рассмотрим несколько примеров в коде. Почему не листается? Почему-то я листаю, а на проекторе оно не листается. Сейчас я сделаю еще раз слайд-шоу. Да, да, вот у нас был предыдущий слайд, идем дальше. Значит, конкретный пример, который у нас был, это call stack из одного из Crash'ей, где на самом верху у нас вызывается функция apply talents. Ничего супер нестандартного нет в самом этом call stack'е, но если мы посмотрим в тело этой функции, что именно тут происходит, мы можем понять даже просто, во-первых, мы увидим конкретную строчку, а потом внутри этой строчки, которая у нас внизу выделена, мы можем посмотреть по всем элементам, которые там задействованы, где именно у нас может быть неправильный битый указатель, неправильная память. То есть мы смотрим на все содержимое, что это у нас за функция, что она делает, как мы можем прийти к тому, чтобы у нас либо это переменная, либо это переменная, либо этот вызов функции будут использовать неправильный адрес. И мы обнаруживаем, что это происходит с одним из элементов в массиве, с одной из структур по сохраненным талантам игрока. И все, что мы делаем, это добавляем у этих структур, по которым мы пробегали, параметр U-проперти, который анриловский стандартный, потому что без этого параметра у вас garbage collector не будет поддерживаться связь между объектами. То есть у нас объект класса, в котором это все описано, он существует. Объекты, которые вот в этих вот талантах или в других местах, они где-то потом подчистились, но у нас вот эта связь не сохранилась, потому что они не были U-проперти. И, соответственно, когда garbage collector прошелся, очистил эти объекты, а потом мы пошли пробегать по этим полям, мы столкнулись с тем, что там битая память, и у нас все покрашилось. Добавляем U-проперти, и все становится хорошо. Другой пример, довольно похожий, но интересный, сейчас объясню почему, это то, что у нас происходило при подсчете хп у персонажей. Здесь точно так же была конкретная строчка, выделенная внизу, в ней все было довольно просто, сразу видно, какое именно поле, по какому именно полю идет обращение, и, соответственно, там битый адрес. Но интересно здесь другое, что выше вообще-то стоит проверка на это самое поле. Мы его проверяем на isValid, что кажется правильным. В Unreal isValid это рекомендуемая проверка, которая не только проверяет, что это не null pointer, но она еще проверяет, что этот объект не помечен на сборку мусора, на удаление. Но чего она не проверяет, то, что объект уже был удален, потому что такую проверку осуществить уже невозможно, потому что там уже лежит битая память. Соответственно, когда программист читает этот код или пишет этот код, он вроде бы все делает правильно, но он в голове не держит случай, что эта память может стать битой и ничего не сможет с этим сделать, если это произойдет. И решаем мы это точно так же, добавляем Uproperty у этого поля, тоже все становится хорошо. Довольно просто, и тут можно просто аргументировать, что, ребята, надо просто всегда или практически всегда добавлять эти Uproperty при разработке заранее, и это будет верный вывод, нужно это делать, что мы и стали более, зачем мы стали более хорошо следить, чтобы эти Uproperty добавлялись везде, где надо. Далее еще один пример, который у нас был, уже чуть более сложный, когда краши происходили внутри лямбд. В C++ с 11 версии стандарта есть такая штука, как лямбды, довольно распространенная во всех языках программирования. Это, по сути, анонимные функции, которые где-то там, где-то там далеко в памяти, может быть, разбросаны, и их удобно писать прямо здесь, на месте в коде, они не выделяются в отдельную функцию. Но с ними есть проблемы. В данном случае проблема была в чем? Что у нас есть какой-то callback, он называется onProfileReady, это когда мы загрузили данные по профилю игрока, мы вызываем этот callback и что-то собираемся делать. Что мы собираемся делать, описано в этой лямбде, которая подписана на этот callback. И вот внутри функции, внутри этой лямбды мы обращаемся к какому-то из полей. Беда в том, что этого поля уже не существует, оно уже было удалено garbage collector'ом, и получается, что мы где-то там в отложенном времени, когда придет callback, внутри этой лямбды что-то сделаем. Казалось бы, здесь нужно было бы точно так же просто пометить эту лямбду, точнее вот этот callback, как U-property, но в Unreal так сделать нельзя. Он не позволяет такое делать, по крайней мере в той версии, с которой мы тогда работали, в 4.19 это было невозможно. В тот момент мы сделали самое простое топорное решение, самое дешевое. Мы просто вынесли это из лямбды в обычную функцию с именем, в метод класса это вынесли, и там это нормально обрабатывалось. Никаких проблем с этим не было, потому что уже по крайней мере Unreal видел, что это U-property функция, с которой можно применить логику анализа, есть ли эти, не этого анализа, извините, а анализа соединения связей. То есть появилась функция, которая сама по себе U-property, и соответственно, есть связь между объектами, вспоминая эту картинку, где рисуется иерархия. Потом, позже, спустя годы, когда готовился этот доклад, выяснилось, что вообще-то был более хороший легкий способ это сделать, использовать такую штуку в Unreal, как weak lambda, то есть можно не обычную лямбду добавлять, а так называемую слабую лямбду, которая уже средствами движка подразумевает, что внутри нее могут быть референсы на какие-то объекты, которые уже удалены, которых не существует. И тогда не происходит краша. Еще другая интересная вещь, которая потом всплыла, это то, что в более новых версиях движка, по крайней мере в 4.27, вообще нет этой проблемы, и если там использовать наш код, который был до этих изменений, тоже не крашится, тоже не воспроизводится. Из этого делается вывод, что скорее всего на тот момент это была проблема самого Unreal Engine, где-то внутри движка был баг, или какая-то система работала плохо, и она не умела в лямбдах обнаруживать битые ссылки и решать эту проблему. Теперь умеет. Но в свое время нам нужно было решение какое-то свое. Мы, естественно, не будем ждать, пока что-то там исправится в движке. И зачастую даже нет реального рабочего времени на то, чтобы полностью-полностью понять, как работает движок, и исправить это за них. Даже если мы попытаемся это исправить, очень высокая вероятность, что мы сломаем что-то другое, потому что это настолько-настолько глубоко и фундаментально работает. Собственно, да, здесь показывается, что именно, где мы как поменяли. И что мы получили на выходе после того, как мы пофиксили кучу таких крашей? Мы чуть-чуть превысили даже свой показатель, дошли до 98% краш-фри. Это было чуть-чуть даже больше, чем 50%. И еще мы исправили попутно, про что я не рассказывал, такие штуки, как INR, практически полностью их устранили. А знакомо ли кому-то понятие INR up-not-responding? В чем оно заключается? В какой-то момент, когда прилагание не... Ну, что называется, зависание, когда у меня нет... Да, да. Это ровно то, что в простонародье называется зависло, когда приложение ничего не обновляет, никак не реагирует, что бы вы ни нажимали, что бы вы ни делали, никакой реакции нет. И это происходит долго. То есть там не секунда, не две, а полминуты, минута, пять минут, а может быть и навсегда. И почему эти INR еще так важны в разрезе крашей? Потому что довольно часто операционная система, особенно мобильная, будет обнаруживать, что у вас приложение довольно долго висит и будет его после этого убивать. И вы это тоже будете видеть как краш. То есть иногда INR будет зарепорчен в системе, в которой вы смотрите именно как INR, а иногда вы будете видеть краш, причиной которого является INR. Поэтому это тоже важно при анализе смотреть. Итак, мы это все пофиксили, но видно, что там еще 2% есть. Что это за другие виды крашей? То есть мы исправляли краши, которые... Я говорил про краши, которые на слабых устройствах, на краши, которые мы не могли воспроизвести. Это вот, собственно, они были с вот этим garbage collection. И я еще называл краши, которые не влияют на игру, потому что они происходят при закрывании игры. Какие еще остаются типы крашей? Что еще мы можем в будущем смотреть? С чем еще мы имеем дело? Более простые. Это были довольно сложные, нестандартные случаи. Какие-нибудь простые примеры, может... Так, так, да, так. Еще попроще. Чуть-чуть громче. Да, да, да. Какие-то прерывания. Ну, собственно, это более общий случай, потому что сворачивание и разворачивание это тоже прерывание. То есть еще пошире. Так, хорошо. Есть еще вот такие краши, которые связаны со сторонними библиотеками, которые мы используем, со всякими SDK, потому что в них тоже всегда есть баги. Рекомендуется просто поддерживать версию этих SDK как можно выше, чтобы этих багов было меньше, потому что постепенно-постепенно их исправляют. Это делается довольно легко, очень быстро. Выхлоп может быть довольно существенный. Что еще можно смотреть, чтобы сократить свое количество крашей? Баги непосредственно в самом движке, в его разных частях. Движок большой, в нем много разных систем. Это может быть рендеринг, это может быть что-то на уровне платформы, это может быть что-то связанное с загрузкой, выгрузкой файлов, куча всего. То есть туда тоже можно дальше копать и что-то исправить. И дальше самый такой обобщенный, наверное, тип, самый стандартный тип багов на любом продакшн-проекте, это баги, которые мы сами только что породили своим высокоуровневым кодом после того, как выпустили очередной апдейт. Я думаю, это всем-всем-всем знакомо, и эти баги никогда, никогда практически не бывают так, чтобы их не было. И эти же баги, как правило, быстренько исправляют, ну, по крайней мере, какую-то их часть. Они довольно легко попадаются на ваши глаза, если вы используете системы типа Crashlytics или какой-то другой. Вы просто заходите, ставите фильтр по новой версии и смотрите, что у вас там в топе, что у вас посыпалось. Прежде чем перейдем к финальному третьему случаю, опять же, давайте вопросы по оптимизации, по Crashlytics. Когда такая большая компания занимается разработкой на Амбиле для модификации, она с Epic Games непосредственно, чтобы говорить о багах в дешке и так далее. Допустим, как вы привели, например, с филеонда-функциями. Вы можете, есть ли там какой-то специальный отдел Epic Games, который с вами общается по этому поводу? Отличный вопрос, спасибо. Работает это примерно так. Если вы крупный разработчик, скорее всего, вы как разработчик входите в программу партнершипа с Epic Games и они вам предоставляют какой-то саппорт. В рамках него вы можете практически любое взаимодействие с ними делать, но даже если вы не входите в этот партнершип, вы можете просто от своего имени, как от девелопера, регистрироваться в UDN, Unreal Developer Network. Это огромный комьюнити-хаб, где можно задавать вопросы и комьюнити будет отвечать, и разработчики тоже будут отвечать. Это самое первое, куда можно идти. Зачастую вы там просто найдете ответы, вы также найдете какие-то репорты об ошибках, которые уже есть в движке, и там же вы можете предлагать какие-то решения тоже. То есть, по сути, вот два таких основных канала взаимодействия, и у нас тоже опыт такой есть. Мы прощались к ним с какими-то ошибками, довольно недавно у нас была какая-то ошибка, и она у них не была исправлена даже в самой-самой свежей версии. То есть, на тот момент свежая версия была, по-моему, 5.0.3 или 5.1, даже уже следующий Unreal. Но все еще это не было исправлено. Они нам помогли разобраться, в чем проблема. Мы увидели от них, информацию получили, какое исправление они предполагают делать следующее. Но пока оно еще произойдет, пока они от обновления выкатят, мы сделали чуть-чуть другое, пока у себя своими средствами, то есть быстренько костыль свой воткнули, исправили, а потом с следующим апдейтом, когда это стало доступно, мы это забрали к себе. Из этого, кстати, вытекает хороший пункт про практику. На любом проекте, который использует чужой движок, будь то Unreal Engine, Unity, еще какой-то, всегда стоит пытаться держать версию движка самой-самой свежей. В ней будет наибольшее количество каких-то фиксов, и вам с ней не придется страдать от того, что у вас есть какой-то баг, который уже был исправлен. Очень жалко тратить свое время на исследование, разбор проблемы, попытки решения, чтобы потом узнать, что на самом деле оно решалось по-другому, или это была проблема даже не у вас, и вам нужно было просто обновить версию движка. Что не так просто делать, потому что довольно крупные движки, но это можно делать. Еще вопросы про краши. Ваш вопрос зрит в корень максимально. Да, это естественно процесс, который нужно планировать. Чем крупнее игра, чем больше времени прошло с вашего последнего апдейта, чем крупнее апдейт, на который вы переходите, тем сложнее будет этот процесс, тем более трудоемким он будет. Это еще зависит от размера вашей команды, еще и от того, насколько у вас игра многообразная, насколько сложная. Чем больше вы систем движка используете, тем больше вероятность, что эти системы переработались. Для сравнения, когда мы обновлялись с 4.19 до 4.27, допустим, объем сложности был x, а когда мы обновляли игру с третьего Unreal на четвертый, потому что, когда игра выходила, она была изначально на третьем Unreal сделана, объем был что-то типа 5x, то есть дофига, дофига, дофига сложнее это делать между мажорными версиями. Соответственно, когда мы решим обновляться до пятой версии, мы закладываем то, что на это пройдет очень много усилий понадобится и это нужно встраивать в свой рабочий процесс, чтобы игра, ее релизы и так далее не пострадали. Конечно же, будет огромное количество багов при этом, которые нужно будет исправлять. Ответил, да, на вопрос? Да, я просто хотел добавить к вопросу. То есть получается, это работает по принципу, что раз несколько апдейтов в Unreal это происходит, то есть условно не каждый апдейт его переносит в играл, условно там 4, 4, 5, 5, это никак не, нет какого-то правила, все делают по-своему, ваш подход к разработке, ваша ситуация, ваш проект, его динамика и люди, которые у вас есть в команде, они все и определяют. То есть нет нет какого-то общего правила, но рекомендуется, рекомендуется на основе опыта, по крайней мере, наших проектов делать это с каждым апдейтом, просто еще нужно учитывать, что эти минорные объекты иногда могут так быстро выходить, что пока вы делаете один, уже другой пришел, поэтому иногда имеет смысл подождать и сделать вместе. Вы использовали бульпринтов? Нативизацию бульпринтов? Да. Да, использовали. Это больше к первому пункту про оптимизацию UI. Да, мы в некоторых местах это использовали, но не глобально. Есть какие-то расчеты по прибыли для по FPS, по набросу и так далее? Нет какого-то заранее указанного числа, которое где-то там доступно, которое скажет, потому что все очень сильно зависит от того, что у вас за блюпринт, насколько он сложный, что он делает. Поэтому надо просто точно так же, как используется профайлинг для того, чтобы уже увидеть плохие места, нужно с помощью него делать замер после того, как вы сделали нативизацию. То есть вы должны по каким-то своим соображениям или по профайлингу посмотреть, какие места, какие блюпринты себя плохо ведут, какие медленные, делать в них нативизацию и смотреть, насколько лучше стало. В нашей практике бывали места, где прирост по скорости был в 10 раз, бывали места, где он был раза в 2 не такой значительный. Все зависит от того, насколько сложный блюпринт. Второй вопрос. В пятой версии Англии вы брали нативизацию, какими механизмами вы советовали попользоваться здесь? Да, хороший вопрос. Я не настолько хорошо знаю свежую пятую версию Англии, как я уже говорил, мы на нее еще не пересели на своих проектах, но скорее всего там есть какой-то инструмент уже готовый другой. Или он у них в планах на 5.x какую-то версию. Потому что это довольно важный инструмент, многие им пользуются и прямо просто так полностью убирать они бы скорее всего не стали. Но интересный вопрос, надо посмотреть, конечно. Как я говорил, можно и самому руками это без нативизации делать, просто сидеть и переписывать код самим. Смотреть, что за логика была в блюпринте, писать этот код с нуля и потом просто блюпринт удалять. Можно и так сделать, но это чуть более трудоемко. Так, еще вопросы про краши. Давайте тогда переходить к третьему пункту. Это то, что я до этого упоминал, оптимизация памяти. И то, что вы тоже в ответах на вопросы задавали, о чем именно идет речь. Игра у нас файтинг, самое основное, самое жирное место с точки зрения использования памяти, это, конечно же, сам бой, где мы сражаемся персонажами с двух сторон. Что может, вообще говоря, влиять на потребление памяти? То есть, из каких составных элементов состоит потребляемая память? Допустим, игра занимает сейчас в памяти гигабайт. Этот гигабайт из чего состоит? Какие у вас есть предположения? Анимации, так. Эффекты, текстуры, еще. Персонажи, логика, у персонажей, давайте назовем персонажей их 3D-модели. Да, логика, собственно, какой-то код, какие-то скрипты, которые это все обрабатывают. В общем-то, практически все и назвали. Какие, может быть, вы знаете, способы понять, обнаружить какие-то конкретные цифры? Вот мы видим гигабайт и мы знаем, что из вот этих вещей оно состоит. Как понять, какое сколько занимает? Там одна страха, выведите мне, пожалуйста, все, что сколько занимает. То есть, пройтись по файлам, посмотреть прямо по файлам, что сколько занимает. Можно и так, но это будет не совсем показательно, потому что сколько занимает файл на диске, это не то же самое, что в памяти. в ангеле выведите какие актеры собственно занимают. То есть, средствами движка посмотреть по конкретным актерам. Можно так, еще какие-то способы? Есть, есть, да, такие отдельные инструменты тоже есть, еще отсюда был. Я половину не расслышал из-за двери, можете еще раз. А, то есть, в самом вьюпорте в сцене потыкать и посмотреть, что сколько занимает. Можно? Это более точечный подход, да. Значит, мы назвали сколько-то точечных подходов и сколько-то системных. В первую очередь надо, конечно, начинать с системных, особенно если проблема не сегодня появилась, а уже была, вы просто только сейчас к ней приступили. Что в нашем случае мы имели? Мы использовали инструменты анриловские, сейчас все покажем. Мы имели примерно такую разбивку в одном из плохих случаев. То есть, вы видите, что у нас чуть выше, чем 1 гигабайт, где-то там гигабайт 200, что-то такое, занимала игра. И проблемы у нас, естественно, возникали на low-end девайсах, у которых всего гигабайт памяти. То есть, мы превышаем этот гигабайт и когда мы заходим в бой, у нас игра либо крашится, либо какие-то еще проблемы возникают, не получается играть. Разбивка была по цветам, текстуры, звуки, анимации сверху вниз, VFX, сами 3D-модели и общий слой engine, где все-все-все-все-все, engine-овское, там в основном, конечно же, код, какие-то взаимодействия, он довольно большой. Собственно, мы дальше будем по пунктам смотреть, с каким из них мы сколько работали, но прежде обращу внимание на то, что самый крупный из вот этих верхних пунктов, желтенький, это как раз анимации, что довольно логично для файтинг-игры, в которой очень много динамических сражений, очень много анимаций, и они должны быть красивыми, довольно много раскадрованными и так далее. Это помогает, такой подход помогает, подход в смысле понимать, что в конкретной игре будет главным нарушителем, помогает еще быстрее до того, как вы посмотрите данные, уже начать куда-то копать, возможно, параллельно. То есть вы можете знать, что у вас файтинг-игра, скорее всего, проблема будет в анимациях, может быть, еще в 3D-моделях, вы можете начать уже и туда копать, а параллельно кому-то уже собирать вот эти данные и таким образом чуть-чуть ускорить прогресс. Что мы использовали? Например, stat-memory. Команда показывает, что у нас как по памяти разбито, сколько мегабайт, какие типы текстур. Здесь, например, видны в целом текстуры, UI-текстуры, текстуры персонажей, там дальше были 3D-модели и так далее. Но в основном наверху вот эти несколько пунктов. Есть еще и другие команды, которые более интересные вещи показывают. Например, stat-llm. LLM – это low-level memory. он показывает более низкоуровневые данные о том, сколько в памяти занимают эти объекты уже на конкретной платформе и с чуть-чуть другой группировкой. Здесь видно тоже total, допустим, engine, textures, animation там далее. То есть группировка другая позволяет вам еще с другой стороны посмотреть, что происходит и более настоящие числа видеть. Потому что разные команды показывают, делают замеры по-разному на разных этапах. А процесс pipeline-преобразования из физического файла в то, что потом используется в памяти, он многоэтапный и на разных этапах у вас могут быть разные объемы. Еще одна полезная штука – это memreport, которая вообще полную выгрузку вам делает прямо по конкретному каждому объекту, по конкретному классу, сколько у него инстансов, сколько это все в памяти занимает. И это все выгружает на диск файлик. Вы можете этим тоже воспользоваться. Очень полезно. Что мы во многом использовали и дальше мы пошли по конкретным направлениям. Давайте смотреть. 3D-модели. С ними выяснилось, что они у нас вообще-то изначально уже довольно-таки хорошо заоптимизированы, что вполне подтверждает то, что игра себя годами вообще-то довольно хорошо чувствовала. В них было не так много полигонов и не так много вариантов их дальше куда-то оптимизировать. Но мы заметили, что у новых персонажей показатели были чуть повыше. То есть новые персонажи были потяжелее, чем старые персонажи, что в принципе подтверждает общий тренд в любой игре, что постепенно-постепенно пытаются делать более привлекательный контент, более детализированные модельки и так далее. У нас уже были заложены лимиты на наш бюджет, на текстуры, все их вариации. Они были довольно скромные для мобильной игры, более чем достаточно. То есть здесь особых вариантов оптимизации видно не было. Далее мы посмотрели не только на сами 3D-модели персонажей, но и на модели пропсов. Это всякие предметы, которыми они пользуются. Палки, оружие какие-то, там, не знаю, мебель, объекты, все что угодно. Там тоже особо ничего крупного не было и в совокупности это все было по 5-10 мегабайт на каждого персонажа. А у нас этих персонажей в бою 6, никогда не больше 6. Одновременно на экране двое, но другие 4 тоже в памяти висят, потому что их нужно моментально переключать в бою. У вас то один заходит, дерется, то другой. И с 6 персонажей это вообще-то не так уж и много, если каждый будет по 5-10 мегабайт. И дальше смотрели мы не только 3D-модели персонажей и пропсов, но еще и самих уровней, самих карт, на которых мы играем. И там тоже особо ничего не было. Мы там уже использовали все стандартные подходы использовать статические межи вместо динамических, переиспользовать одни и те же элементы, чтобы просто использовались ссылки на них вместо того, чтобы на каждой из них отдельную память выделять. И в совокупности эти уровни тоже были не супер-супер толстыми. Уровень 1, он занимает условно 50 мегабайт. Это тоже довольно хороший показатель. Ничего с моделями мы сделать не смогли. Пошли дальше смотреть VFX. Какой-то запекается, какой-то нет. Но в основном да. В основном да. Дальше мы смотрели VFX, ожидая, что тут будет довольно высокий простор, потому что VFX влияют и на CPU, и на GPU, и на память, и обычно довольно тяжелая штука. Но посмотрели-посмотрели, убедились, что по всем параметрам у нас тоже уже все довольно хорошо с VFX. Они уже использовали довольно хороший, тоже скромный лимит по размеру текстур. У нас уже были для них сделаны лоды. Лод — это Level of Details. Такой способ оптимизации, когда вы используете несколько версий этого VFX, в зависимости от либо расстояния, либо более слабых девайсов, вы показываете более упрощенную версию, чтобы она потребляла меньше памяти. Это тоже уже было. У нас уже внутри использовался пул объектов для вот этих VFX, чтобы лишние объекты не создавались. И мы уже увидели, что у нас нет нарушений по overdraw. Знакомо ли кому-то понятие overdraw? когда прозрачные объекты в свои предстоящие слоя? Да, да, то есть у нас есть несколько прозрачных объектов, текстур, они там накладываются друг на друга, и мы один и тот же пиксель несколько раз рисуем, 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 поэтому оно называется как бы перерисовка. У нас есть инструменты, и в Unreal, по-моему, они встроенные, которые позволяют это все обнаруживать, и все это уже было сделано, мы там не увидели какого-то способа оптимизировать тоже. И всего, опять же, по 10 мегабайт на персонажа. Пошли дальше смотреть анимации. Здесь все было интереснее. Увидели, что они занимают довольно много места, при этом у нас есть разные типы базовых скелетов под эти анимации, потому что есть персонажи мужские, женские, с четырьмя руками, еще какие-то, и так далее. Мы не можем избавиться от этих разных типов, но мы увидели, что в них есть местами наличие каких-то общих костей, которые нужны только конкретным персонажам. То есть кости есть у всех, но нужны только некоторым конкретным. Мы потом это устранили, это было решением номер раз. Устранили, сделали так, что оно только у тех, у кого надо. Дальше, мы заметили, что у нас очень много анимаций, которые срабатывают при реакции персонажей, то есть они друг друга бьют, кто там отпрыгивает, отскакивает, падает, куча-куча вариантов. Сокращать количество этих вариантов мы, конечно же, не стали, не хотим, потому что игра должна быть насыщенной, богатой в плане своей боевки. Это неприемлемо. И мы увидели, что в итоге было где-то по 30 мегабайт на персонажа. И, собственно, что мы сделали? Мы сократили количество фреймов в этих анимациях, чтобы оно не было слишком большим, и при этом была довольно хорошая картинка, все еще была видна гибкость движений. Это помогло. Дальше, как я сказал, мы убрали ненужные кости, которые в общих скелетах были, и перенесли их только в специфичных персонажей. И мы еще включили другую компрессию на уровне Unreal Engine. То есть в конкретных анимациях просто мы поставили один из вариантов, который такой довольно сбалансированный. он просто убирает каждый второй фрейм и оставляет анимацию как будто бы в два раза более сокращенную. В подавляющем большинстве случаев это внешне не было заметно вообще никак. В некоторых случаях было заметно, и там это можно просто через исключения какие-то поменять или просто сделать чуть-чуть по-другому. Собственно, мы дошли до того, что в итоге с 30 до где-то 5-10 мегабайт сократили. То есть был довольно большой выхлоп, но это заняло очень много времени. Это была работа в основном аниматоров. Они работали, 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 несколько месяцев перелопатили практически всех персонажей, достигли результата. Первый шаг был, что где-то мегабайт на 100 мы сократили, и это было как раз вот на анимациях. Было в анимации 180, стало 80. Дальше мы посмотрели еще следующие вещи. Звуки. Выяснилось, что у нас не было какого-то стандартизованного подхода к тому, как звуки засетаплены в игровом движке, как они туда внедрены, и что новые звуки были более высокого качества. В принципе, мы подумали, 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 поняли, что вообще-то не так уж-то и нужны высококачественные звуки на мобильных телефонах, потому что очень многие люди играют либо без звука, либо вообще без наушников. Это немножко другой вид гейминга, не такой, как на ПК или на консолях. Поэтому можно пожертвовать качеством звука, чтобы он занимал меньше памяти. Что мы сделали? Взяли другое сжатие, которое было, опять же, где-то хорошим балансом, там шкала, хорошим балансом между качеством звука и занимаемой памятью. Но мы не просто сделали компрессию, мы еще разделили настройки на типы звуков. То есть, те звуки, которые для нас интереснее, которые для нас важнее, чтобы они были все-таки более качественными, мы в них сделали большее количество каналов и более высокий sample rate. Это звуки в самом бою. Звуки ударов, звуки каких-то там реакций и так далее. А более общие, где вы нажимаете на какую-то кнопочку в интерфейсе или просто бэкграундовая музыка, мы их сделали поменьше, послабее, качество понизили и все было тоже хорошо. Это было довольно быстро. То есть, это был, наверное, самый такой быстрый результат с точки зрения того, сколько мы потратили и что мы получили. Мы опустились чуть-чуть ниже одного гигабайта, 40 мегабайт где-то на звуках мы выиграли, двинулись дальше. Наковыряли мы проблему в текстурах UI-ных. Началось это все с того, что мы просмотрели, какие у нас текстуры в бою есть, что у нас в топе и обнаружили, что почему-то у нас в топе во время боя есть текстура main menu. Main menu — это игровое меню, первое, которое игрок видит, когда заходит в игру. Но когда мы переходим в бой, нет никакого взаимодействия с main menu, ничего с ним не делается, и поэтому мы исходим из того, что его там вообще не должно быть. Мы это просто убрали, но прежде чем мы поняли, почему это происходит, мы потратили довольно много времени. В чем была проблема? Как ни странно, в такой штуке, как атласы, поднимите руки, кто знаком с понятием текстур атласов, более-менее распространенная штука. Проблема была в чем, что был один атлас под вещи какие-то в игровых менюшках, собственно, карточки персонажей, какие-то элементы, и почему-то получилось так, что вот эти вот несколько маленьких элементов в какой-то момент стали использовать еще и в бою. То есть, по сути, нарушили правила, что ли, пользования атласом, не очень правильно использовали имеющийся атлас, и когда в бою нужно было загрузить вот эти конкретные несколько текстурок, загружался весь большой атлас, в котором это все лежит, и он там лежал всю дорогу, все захламлял. Собственно, это нужно было исправить, и мы что и сделали, но здесь важно понимать то, что есть несколько разных способов как это сделать. Можно просто вынести это в другой отдельный атлас, можно разбить все так, чтобы у вас вообще на каждые маленькие уголки было много-много атласов, можно сделать так, чтобы у вас вообще не использовались текстуры, которые не нужны, и более агрессивно вы от них освобождались. То есть, может быть, вы в начале боя используете какие-то одни текстуры, потом другие, и вы используете не один атлас на все это дело, а разные. Или, может быть, даже эти текстуры без атласа берете напрямую. Можно еще переписать свой код, чтобы вы вообще по-другому работали с текстурами, чтобы вы, может быть, не через атласы это делали. Можно еще, как я уже сказал, разбить атласы просто на несколько. Есть еще другие подходы, один из них довольно интересный. Не сразу мы увидели, что им можно воспользоваться, и даже, на самом деле, когда все эти оптимизации делались, им не воспользовались. Может, у вас есть еще идея, как можно заоптимизировать использование памяти в таком случае с такими текстурами. Что-нибудь, может быть, бросается в глаза с, например, вот этими карточками большими. Да, очень много свободного места используется, это все сжирает память просто так. Простой вариант решения этого техника 9-слайсинг, которая позволяет разделить это на 9 элементов, и вместо того, чтобы потом какие-то ресайзы делать и хранить все это единым элементом, можно переиспользовать вот эти кусочки-кусочки там, где достаточно их. Особенно это применимо у нас в игре, потому что в разных местах у нас эти же самые карточки используются действительно в разных размерах. За счет этого тоже потом мы сколько-то памяти сэкономили, но это было не в тот день. Мы это намного-намного позже обнаружили и поняли. И, собственно, выводы из этого такие, что с атласами тоже нужно быть осторожными, не слишком сильно злоупотреблять и уметь ими пользоваться, как-то помогать артистам, художникам, UI-дизайнерам, кто угодно этим занимается, следить за этим. И, собственно, на выходе мы опустились еще ниже. Сколько тут мы выиграли? По-моему, где-то еще 40, да, еще 40 мегабайт выиграли с этого. Ну, как вы понимаете, это не навсегда. Еще больше контента будет делаться, опять будет становиться больше. И это такая работа, которую нужно периодически делать, чтобы поддерживать эти лимиты. Собственно, на этом последний случай тоже закончился. Давайте вопросы по нему. Я про это попробую в двух словах сказать. Это довольно большой монстр, в которого мы потом начали залезать, до сих пор смотрим. Это очень непросто и сложно, но это самое, наверное, важное, на что нужно обратить внимание, для того, чтобы потом это не так сильно росло. То есть, если мы сделаем изначально низкую базу, то нам будет легче жить с тем, что постоянно эти ассеты растут. А если надо, мы можем перенести вопросы в коридор, освободить уже для следующего спикера. Да, давайте еще один вопрос и потом можно будет в коридоре. Вы упомянули, что со временем качества контента и его количества, по сути, возрастают. Предположим, что через какое-то время появится несколько персонажей, у которых будет много длога дыхания, опять возрасти качество их практической составляющей информации. И в таком случае, то есть, общий, ну опять-таки, поднимется общий уровень нагрузки. Да, именно, то есть, при использовании данных персонажей. И просто, ну, он поднимется просто из-за факторов того, что возрастает само качество. То есть, в таком случае, просто вывести, ну как бы системные требования вырастают с этим. Или, опять-таки, ну, делаются попытки как-то его дооптимизировать до вот этого изначального. Да, всегда происходит какой-то микс, какой-то баланс между этим. По возможности, все компании стараются не отказываться от поддержки устройств, потому что не все пользователи готовы подняться на более высокие устройства, но при этом какую-то оптимизацию периодически приходится проводить. И, по сути, когда вы видите, что либо уже невозможно за маленькое время добиться существенных оптимизаций, вы тогда, может быть, принимаете жесткое решение отказываться от слабых устройств, поднять требования. Либо, может быть, вы видите, что рынок изменился и теперь эти устройства очень маленькие, там, не знаю, у вас может быть одна сотая процента игроков им не пользуется, тогда вы можете заранее отказаться от этого устройства и как бы купить себе больше времени на будущее, чтобы этой поддержкой не заниматься. Но нужно всегда смотреть и на то, и на другое. Все тогда, да? Передаем все следующему спитеру. Да, спасибо.